Заказала у фирмы банкрота. Жительница заводского района Саратова с начала года не может добиться, чтобы ей установили оконные блоки. Четыре месяца ей обещают, что заказ со дня на день будет выполнен, а в итоге выяснилось, что все это время женщина общалась с фантомом. В ситуации разбиралась Юлия Шишкина. Смотрите очередной сюжет рубрики «Контроль качества». Поддувает мне, прям дует невозможно. Нина Ивановна живет в квартире со старыми окнами 30 лет. Каждую зиму заклеивает и затыкает щели ватой. Померзнув в квартире этой зимой, 75-летняя женщина решила, что это в последний раз. На нашей двери висело объявление с уличной двери. Я прочитала, ну и позвонила я на эту фирму. Так как у меня пенсия очень маленькая, вот, 10 800, я, значит, нашла вот эту фирму и в рассрочку взяла без процентов. Заказав новый балконный пластиковый блок еще в январе, мыть старые окна весной Нина Ивановна никак не рассчитывала. А приходится. Четыре месяца женщина не может добиться у фирмы немецкий оконный завод ООО «Лайф», чтобы ей установили заказанные рамы. И четыре месяца исправно платит банку взятый кредит. Отдала больше 9 тысяч рублей, половину общей стоимости окон. В ответ бесконечные «позвоните завтра». Ваши окна не пришли. Как придут, ждите звонков, мы позвоним. Все, вешал трубку. Я хочу, чтобы скорее мне поставили. Вот. Хватит мне уже, как мозги моей канифолить. Вместе с Ниной Ивановной и юристом мы отправляемся в фирму ООО «Лайф» на пересечении улиц Вольской и Московской. Внутри нас ждет сюрприз. Я здесь работал, фирма сейчас закрылась. Ко мне-то личные какие-то претензии. В смысле? Немецкий оконный завод здесь существует? Нет, сейчас нет. В том-то и дело. Ну, в смысле, вот так съехали они. Обанкротилось. Ну, то есть теперь не окон, и женщина будет платить кредит? Зачем? Пускай звонит по телефону, который там есть. По словам Константина, немецкий оконный завод съехал отсюда накануне майских праздников в неизвестном направлении. Мужчина уверяет, что занимался в обанкротившейся фирме установкой окон и тоже пострадал. Я объясняю то, что да, я работал, остался без зарплаты сейчас на данный момент. Сейчас здесь, еще раз говорю, я свою фирму организовываю. Тоже по окнам и дверям? Тоже по окнам. Ну, если я работал в этой теме, что же мне теперь? Меня отшли полностью. У меня все новое будет. Новая фирма будет, оформленная на меня. Все по-чистому, все по-человечески будет, никаких проблем не будет. Ни Невановне юрист советует обратиться в полицию, чтобы потенциальных мошенников вывели на чистую воду. А вот получить долгожданные новые окна, к сожалению, теперь проблематично. Поскольку стало очевидно, что обязательства по договору исполнены не будут, необходимо обращаться с исковым заявлением в суд. Возможно, после вынесения решения суда, служба судебных приставов исполнителей найдет какое-то имущество, либо денежные средства на счетах данной организации, и тогда решение суда смогут исполнить. Что касается кредитного договора, то, к сожалению, потребителю придется в любом случае, независимо от того, поставили ему изделие, либо не поставили, исполнять свои обязанности по кредитному договору, по сути, он будет платить ни за что. Полностью застраховаться от таких случаев невозможно, говорят юристы. Покупка в кредит всегда риск. А чтобы свести его к минимуму, лучше не позволять пожилым родственникам оформлять подобные сделки в одиночестве. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Редактор субтитров А.Семкин